И вот когда человек заболевает туберкулезом, активируется клеточный иммунитет и забивается вот этот гуморальный. И поэтому получается вот такого вот коромысла, переключается клеточный иммунитет. И поэтому тем детям, которые вакцинируют вакцину БЦЖ, они очень часто не имеют аллергические осложнения. И те дети, которые в детстве, Боже упаси, конечно, переболели каким-то инфекционным таким или туберкулезом, там какое-то такое было состояние, они аллергическими состояниями не страдают. А насчет онка это нет. Так, я вам дуже дякую. И еще у нас є одне запитание до вас. Добрый день, слухаем вас. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот состояние иммунной системы имеет значение при паразитарных глиттных эвазиях у детей? И второй такой вопрос. Вот в процессе адаптации. Вот если ребенку три года, и мы в первый раз вот хотим его повезти на море. Спасибо. Спасибо и вам, но это два очень больших вопроса, если я успею. Так, проще. Да, да, да. Значит, при глистной инвазии, я уже сегодня повторялась несколько раз, вырабатывается иммуноглобулин И, который вырабатывается при аллергии. И этот же иммуноглобулин И очень часто вырабатывается при азинофильных пневмониях. То есть, и почему? Потому что именно в начальных заражениях глистной инвазии, если много иммуноглобулина И, этот ребенок или взрослый человек меньше заражается глистной инвазией, хотя тоже может заразиться. Но в некоторых случаях иммуноглобулин И убивает этих глистов. Вырабатывается много азинофилов, а азинофилы убивают за счет лизосомальных ферментов. У нас был такой опыт, когда мы изучали радиационную зону, но были в одном селе, делали иммунограмму, там у всех людей был повышенный иммуноглобулин И, вот, и была очень большая глистная инвазия. У них был снижен иммунитет. У них был снижен иммунитет, и не все поголовно болели глистами. Так что, вот такая вот ситуация. Иммунитет при этом играет очень большую роль. Хотя, можно заразиться и при хорошем иммунитете, но при этом более эффективно излечиться от паразитарной инфекции. А есть какие-то проблемы, что до профилактики, вот, если вы дожди на море? Профилактика на море. Я хочу сказать, что, действительно, окружающая среда и смена экологической среды очень плохо для маленьких детей и для взрослых тоже, потому что это очень часто касается спортсменов. Которые специально, там, перед соревнованием, мы тоже этим занимались, выезжают где-то там, там, если спортсмен живет в Украине, выезжают в горы какие-то там, они обязательно выезжают за месяц, за два до соревнований в этом месте, где оно будет, или в похожую обстановку, для того, чтобы акклиматизировать иммунную систему. Подготовать. Подготовать, да. Подготовить. И то же самое касается детей. Но для этого нужно подготовить как? Проверить иммунную систему. Если есть какие-то функциональные нарушения иммунной системы, с иммунологом решить, что делать с этим ребенком. Потому что у вас пропадет дней 10, это точно на акклиматизацию. Если вы уезжаете на какое-то море. Если вы едете, например, в какие-то закрытые помещения, там могут оставаться то же самое, что и в садике. И ребенок приходит в садик и болеет всем тем, чем болели дети до него. Почему? Потому что все равно у кондиционеров, ну все равно остаются те микроорганизмы, которые привнесли те люди, которые были до него. И существует такое понятие, как санаторная пневмония. То есть все приезжают в санаторий на море отдохнуть, до него болели и все начинают болеть и все. Это действительно существует, но это нужно решить только с иммунологом. Притом решить желательно за месяц до поездки и подготовиться к этому. Так. Я вам дуже дякую, пані Ларисо. Мы с вами не прощаемся. Мы продолжим пораду лікаря. Після короткой рекламы, будь ласка, дочекайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Пані Лариса, а я у вас ось таке запитання хочу вам поставити. Якщо людина, припустимо, має якісь, можна сказати, хронічні захворювання, або, наприклад, дуже часто хворіє там на ОРВІ, або, можливо, дуже часто отити, чи ось такі от захворювання. Чи це проблема певного органу в організмі, чи це все-таки проблема більше иммунной системы, найчастіше? Прошу. Да, это, опять-таки, проблема иммунной системы, изначально. Потому что ОРВІ – это острые респираторные вирусные заболевания. Грипп – острые вирусные заболевания. Это острые заболевания, которые, если не лечить, если не обращать внимание на иммунную систему, очень быстро превратятся в хронические, мы будем иметь и различные пневмонии, и различные другие состояния. Потом, если, например, острые респираторные вирусные заболевания лечить антибиотиками, мы будем иметь действительно тоже различные состояния, потому что вирусные заболевания, и грипп в том числе, они изначально не лечатся антибиотиками, они лечатся индукторами интерферона или заместителями интерферона. Что такое интерферон? Интерферон вырабатывается иммунной системой человека. И прежде всего фагоцитарными клетками, и прежде всего клетками лангергаса, о котором я уже говорила, это клетки печени. Интерферон – это та совокупность белков, которые уничтожают, нейтрализируют, переваривают вирусную инфекцию, вирусы. Она блокирует вирус, который не способен в дальнейшем размножаться. Потому что если его не блокировать, антибиотики его не блокируют, он проникает в ядро клетки, в ДНК, в РНК клетки, и начинает размножаться. Размножаться мы имеем очень много потом последствий. Эти все последствия, они затем на этом фоне уже измененных слизистых оболочек и так далее, которые тоже имеют барьерную функцию и свой иммунитет, проникают в бактериальные инфекции. Это стафилококки, стрококки и так далее. Все очень взаимосвязано, это единая система. Это синтетический ответ организма. А начинается с какого-то простудного заболевания, которое не дифференцирует, а на самом деле это вирусное состояние. И опять-таки иммунная система здесь. Если он хороший, это блокируется. У нас есть до вас запитание. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Вітаю в студии и ведущую, и шановную пану Ларису. Я пенсионерка. У меня такое запитание. Я начну с детства. В детстве я не любила цибули. Потім по життю якось воно, нормально все было, но 14-15 рік я перехворіла дуже вирусной инфекцией, как-то пропал нюх, лікар говорит мне призначил дексаметазон, я прокапала его в нос. Вроде бы трошечки не такий нюх, но чувствую запахи. Но у меня началась такая проблема на цибулю в любом страве. У меня потом по то виділення запах цибулей. Скажите, пожалуйста, что это такое? И чесноком, или иначе. Я дуже дякую вам за те, що затолкнували. Дякую вам за речі. Дуже дякую, ми дуже дякую. Прошу, повинність. Ну то, що ви не любили лук і чеснок, це індивідуальне вкусове качесло. В детство часто таке любили. Да, і в детство дуже часто я тоже не любила. Ну, хоча це не зовсім хорошо, потому що именно лук обладає природними антибиотиками, і раніше луком лечили. І чеснок тоже. І римським воїнам всегда давали, вони їм давали сухофрукти. Почему сухофрукти? Ну, що там сохранялись всегда вітамини, їду давали, не так же варять, як сейчас. І давали лук і чеснок. Все, це вся була їх їда, і вони були здорові і сильні. Ну, то, що ви не любили, можливо, у вас була проблема з кислотністю желудочного сока. Часто не любят лук те, у кого повищена кислотність. Це може впливати на костопостанцію? Це може впливати. Часто, якщо є дуже багато чеснока, це викликає тахікардию середньою. То є є якісь такі особливість. Це можна розповістити состоянию організму. Провірте, пожалуйста, свій желудочно-кишечний тракт. Возможно, там є якісь проблеми, о которых ви або не знаєте, або не пам'ятаєте. А це може бути пов'язано з тим лікуванням, що зазначили той дзвонювач, який в неї був у 13-й листі? А, так, у вас же отит ще був. Я хочу сказати, що ви потеряли нюх, тільки тому, що, очевидно, у вас, ну, отит, возможно, у вас був вірусного происхождения, і вас лечили антибиотиками. І, звісно, це повлияло на центр нюха, який знаходиться в продолговатому мозку, і повлияло на вашу нервну систему. Тому у вас потливості і прочее, це останній невротичний синдром, який вже лечить врач-невропатолог. Очевидно, я не можу, я не видела ваші анализы, але очевидно, яка-то така зв'язь существує. І то, що каплю в нос дексаметазоном і більше нічого, це не зовсім правильно, тому що дексаметазон – це гормон. Гормон – це угнетає действиемо імунної системи, він высушиває слизисту і має очі, і тим більше чистий дексаметазон. Це, в принципі, робить уколи, але не капає в нос. Якщо капає в нос, ідет высыхання слизистої оболочки носової полости і, звісно, потери і нюхи, і дай Бог, щоб не потери слуха. Тому, наверное, ідіть к врачу, але, к хорошому лору, к хорошому гастроэнтерологу, і це лечіть. А то, що ви не любите лук, ну і не любите. Це не є якій причинно. Це дуже полезний овощ, і чеснок, і лук теж. Ксати, чеснок, дуже багато препаратів, особливо народної медицини, це антиглісна інвазія. Так, дякуємо дуже. Це лечі цеглісній методи, про які, дійсно, дуже багато говорять і знають. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. У мене таке питання. Місто Київ, вона називається Светлана, 35 років повних. Півроку потім я видалила міндалини. Зараз, можна сказати себе, трохи краще почуваю, но все ж таки, хворію, хронічні гаймори, то мене ще, виділення з носа, почалися проблеми з кишечником, різбактеріоз, тому що постійні антиглотики. Не дуже, зовсім не дуже гарно себе почуваю останні місяців, три зовсім. То скажіть, будь ласка, направляють мене к гастроентерологу. Тобто вже мали у вас направлені. Хотіла би, так, скажімо. Дякуємо. Зараз будемо коментувати. Дякуємо за це питання. Ось ці риносинусіди, о которых ви говорили, так називаємо мендаліни, це теж защитна реакція організму. Я вже називала слизисту оболочку. В слизистій оболочці знаходиться багато імунних клеток, багато фокцитируючих клеток, які поглощають всі антигіни. Антигіни – це і віруси, і гриби, і різні стафілококі, стриптококі і т.д. І їх поглощають, переварюють. Але коли це слизисте нарушається за якісь причини, чи частих простудних заболівань, все рівно, що йдет така дисфункція імунна системі, все рівно відбувається. Значить, в цих случаях идет защитна функція, так же, як при териодіці. Свої клетки починають розрастатися. Тобто, все рівно, щоб цей антигін поглотити і розрушити. Клетки нашого організму, вони стараються, слизисті, вони стараються вирости і все це поглотити. Компенсувати. Компенсувати. Те ж саме, що температура у нас повищається. Це теж защитна реакція організму. Для того, щоб при повышеній температурі виробається інтерферон, тільки при повышенній, повышенній кількість. І нейтралізуються віруси. Дякую за перегляд!